Награда для Воронченко, годовщина разгона Майдана и Оскар для волонтеров. Об этом и не только. Пойдет речь в выпуске новостей на UATV. В студии работает Артем Бивик. Национальным орденом Франции за заслуги наградили командующего военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Церемония прошла на борту корвета МВС Франции. Командант Бирот на Одесском морском вокзале награду вручил посол Франции в Украине Этьен де Пансен. Он рассказал, орден за заслуги – это вторая по значимости награда во Франции. Ее Воронченко присудил президент Эммануэль Макрон. Сам командующий военно-морскими силами отметил, это награда – оценка сотрудничества между странами. Эта награда не мне как личности. Это оценка действий военно-морских сил Украины. Совместное участие в проведении разных учений типа ПАСЭКС и участие в международных учениях – это один из шагов для того, чтобы как можно быстрее вооруженно-морские силы стали совместимы со стандартами Альянса и были приближены к работе в Альянсе. «Наше сотрудничество продолжается уже давно, и о его уровне свидетельствует стажировка украинских кадетов на борту французских кораблей, присутствие французских кораблей в Одессе, и в будущем мы будем развивать наши отношения между военно-морскими силами Франции и Украины». Часть Марьинки остается без света из-за боевиков, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Окупанты не предоставляют гарантии безопасности украинской стороне. 25 ноября из-за непогоды почти 260 домов в Марьинке Донецкой области были обесточены. Украинским ремонтникам удалось восстановить подачу электричества в двух сотнях жилищ. «Расчистить территорию для новогодней елки» – так объясняла власть Януковича силовой разгон Евромайдана. Шесть лет назад, в ночь на 30 ноября, началось наступление беркутовцев. Две тысячи силовиков шли шеренгами, оттесняя людей, избивали дубинками, бросали на землю и давили ногами. В основном это были студенты и журналисты. Пострадали 84 человека. Подозрения вручили 12 беркутовцам и 8 чиновникам. Большинство дел до сих пор у следователей. Генпрокуратура считает виновными 445 человек. Применение властью грубой силы вызвало еще больше негодования граждан. 1 декабря на Майдан вышли более миллиона украинцев. «Оскар» для волонтеров в Киеве награждают украинцев, которые помогают армии, защищают экологию или внедряют другие общественно важные инициативы. За церемонией следит корреспондент КЮА-ТВ Анастасия Фетченко. Настя, сколько людей претендуют на награду и известно ли уже имя победителей? Да, Артем, имя первого победителя, первого лауреата волонтерского «Оскара». Ну, это если называть в просторечии премию «Евромайдансов», стал Виталий Андреец из Черкассы. Сейчас многодетный отец занимается тем, что он учит резьбе по дереву детей из так называемых не очень хороших, сложных семей. Также получили награды группы волонтеров-защитников, а также тех, кто помогает онкобольным украинцам, тех, кто помогает армии. Награждение перемежается с концертом, как вы можете увидеть, на сцене также танцуют и поют. Вот сейчас пела Анжелика Рудницкая. В этом году на волонтерский «Оскар» подали более сотни номинантов. Подробнее расскажет организаторка премии. Задача – найти как можно больше вдохновляющих историй. Задача – найти как можно больше вдохновляющих историй, показать, что волонтерство есть в любой отрасли. Это экология, помощь детям, культурные проекты, исторические проекты по Майдану. Поэтому мы уже шесть лет подряд находим такие истории, номинирован, может быть, каждый. Кстати, для того, чтобы быть номинированным, нужно выполнить два условия. Первое условие – это не получать денег за свою деятельность. То есть человек должен быть волонтером в классическом понимании этого слова. Помогать армии или заботиться о животных, или об экологии в свободное от основной работы время. И второе условие – это не быть связанным с какой-либо политической партией. Всего может быть три лауреата, которые получат статуэтку, которую называют волонтерским «Оскаром». Статуэтку от Евромайдан СОС. Но все более сотни номинантов получат грамоты, получат нагрудные значки, которые будут означать. Как говорят организаторы, это такой способ поблагодарить людям, которые многие годы делают мир вокруг себя лучше. Кстати, хочу сказать, что жюри, в которые входят лидеры мнений, такие как Александр Фользи-Сидоренко или Римма Зюбина, например, жалуются, что очень сложно было выбрать именно трех номинантов, потому что все истории и все люди достойны того, чтобы получить высшие награды, получить статуэтки. Хочу отметить, что инициатива возникла шесть лет назад, в годовщину начала деятельности Евромайдан СОС. Евромайдан СОС – это была общественная волонтерская инициатива, которая помогала найти пропавших без вести на Майдане во время Евромайдана, найти тех, которых, людей, которые подверглись избиению со стороны силовиков. Вот, и уже шесть лет они награждают премии украинских волонтеров со всей страны. Ну и хочу сказать, что очень много инициатив, связанных с помощью армии и с сохранением памяти Майдана. Вот попрошу послушать одну из волонтерок. Перебирали, шили, зашивали старую форму, которую нам привозили. После этого оставались обрезки, и к нам как раз пришел запрос, что нужна маскировочная сеть. И мы начали ее делать. За пять лет мы сплели два миллиона квадратных метров. Ну и на этом у меня все, Артем. Спасибо за подробности. Анастасия Фетченко на церемонии награждения волонтеров. В этом году номинированы 123 участника, среди них которых участники АТО, экоактивисты, зоозащитники, доноры, представители культурной сферы и другие. Пополнение в Нацгвардии. Новобранцы приняли присягу возле Верховной Рады Украины. Они будут служить в первой президентской бригаде оперативного назначения и 27-й бригаде охраны общественного порядка. С бойцами пообщалась корреспондентка ЮАйТиВи Юлия Крючкова. Две сотни новобранцев принимают присягу на верность украинскому народу. Они, кто присягают, выполняют свои области в интересах с вельчизниками. Присягают никогда не зрадить украинскому народу. Среди новобранцев есть те, кто пришел на службу по контракту и срочники. Все уже успели пройти месячное обучение. У нас были стрельбы, строевая подготовка, еще были психологические тренинги. Оторваться от дома и прийти в армию – это сложно морально. Нам очень помогают справляться и учат командной работе. Дмитрию 22. Он получил образование за границей, а когда вернулся домой, решил сразу пойти служить. По зову сердца пошел в армию. Это обязанность каждого – пройти это. Не только долг перед страной, но и перед собой. О контрактной службе пока не думаю. Большинство военнослужащих призвали по их желанию, а не потому, что так прописано в законе. Я хочу поблагодарить родителей, которые доверили своих сыновей для службы в Национальной гвардии Украины. На торжествах оркестр и почетный караул Национальной гвардии показали свое мастерство. С октября по декабрь – традиционное время для принятия на службу бойцов. В этом году уже полторы тысячи молодых нацгвардейцев приняли присягу по всей Украине. Они будут учиться по разным направлениям в соответствии со здоровьем, навыками и образованием. Все учитывается, но ни один военнослужащий срочной службы не привлекается в район проведения ООС, только контрактники. В виде исключения, после прохождения всех курсов обучения, боец может написать рапорт и отправиться служить на Донбасс. Теперь новобранцы отправятся на места службы – в части Киевского гарнизона, а также в учебный центр во Львовской области. Юлия Крючкова, Руслан Белозеров, UATV Дух Рождества воцарил в Лиссабоне. В столице Португалии зажгли праздничную ель. В этом году в центре города решили не ставить настоящее дерево. Вместо этого соорудили 30-метровую елку из праздничных фонариков. Кроме того, к Рождеству весь город украсят двумя миллионами огоньков. Это все, что успеваем рассказать на эту минуту. Больше новостей ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Увидимся в 19 часов по Киеву, тогда следующий выпуск новостей. Все самое важное на UATV не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok